Утро Зинаиды Никитиной начинается не с кофе. Прежде чем готовить завтрак, женщины греют воду. Меры вынуждены. Вот уже две недели в кране нет горячей воды. Наливаю в кастрюльку. Ставлю на плитку. Потому что так, как у меня инвалид первой группы, постоянно его мою я. Он лежачий, парализован. Целый день девчата видят, я стираю пеленки, стираю это, то и дело. Но холодной водой, конечно, руки. Руки болят уже. Без горячей воды в поселке Курумыч остались две девятиэтажки, общежитий и два детсада. В день отключения воды 27 июня на подъездах появились объявления с открытой датой до устранения неполадок. Эти дома 25 и 27 у них есть хотя бы газ. У нас газа нет. Мы стоим на электричестве. То есть у нас не только сейчас горячей воды нет. Но если мы включаем электричество, кипятильник, греем воду, у нас вышибает пробки. То есть наше общежитие, то и глядив, залетит из-за того, что у нас плохое электричество. В котельной, которая и снабжает поселок горячей водой, непривычно тихо. Она не работает. 27 числа работники привычным жестом разожгли горелки и почувствовали весьма ощутимый хлопок. Небольшой взрыв газа. Больше разжигать горелки они не решились. Использование опасно. Может произойти непосредственно взрыв горелочного устройства. Эти горелочные устройства работают без автоматики. Автоматизации вообще нет. Загораются они от запального устройства и вручную все это открывается. Оборудование давно пора менять, признаются работники. Оно выработало уже два своих срока, а именно 50 лет. Еще в 2006 году Роспотребнадзор выписал предписание о замене горелочных устройств. Оно очень дорогостоящее. Это оборудование. Где-то в районе 20 миллионов, он сказал, надо. Таких денег из года в год не было возможности выделять. Выделялись небольшие суммы на текущий ремонт. Дабы не сорвать начало отопительного сезона. Сейчас в поселке Курумыч объявлен режим чрезвычайной ситуации. На комиссии в администрации поселения принято единственно верное решение – модернизация котельной. На ней завязано отопление всего поселка. Здесь живут 6 тысяч человек. Сейчас специалисты рассчитывают точную стоимость, ищут деньги и планируют начать реконструкцию хотя бы одного котла. Запустить котельную полностью обещают до 1 октября. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова